и снова здравствуйте всем привет и так хотелось бы значит посмотреть на библиотеку поз и понять нужна ли эта штука во всем при создании анимации давайте посмотрим что тут должно быть включено должно в преференциях быть в аддонах включена addon поз animation после брилли обязательно должна быть включена следом что у нас должно быть включено должно быть переключение на дропшит и в дропшит мы переключаемся на акцион эдишен вот такая штукенция так следом переключаемся выбираем rig заходим в позы и у нас появляется в n панели боковой клавиша анимации вот и и что нам нужно допустим у меня есть анимация кисти вот она развернута давайте посмотрим вот такая штука так я выбираю во первых видите не всегда будет удобно это все дело выбирать поэтому нужно следить и чтобы не выбрать какие-то ненужные кости и значит здесь я хочу создать вот эту заготовку до n панель так открываем n панель значит в акцион эдишен и тут пускай будет и появляется такой шаг риппост эссет я нажимаю у меня появляется вот как камера смотрит вот такая картинка и вот такая значит анимация так заходим в обзор мод находим 0 на нампаде выбираем камеру shift shift f или shift y базовое переключение и стрелочками гуляем находим значит вот так вот кисть руки так устанавливаем камеру тоже нужно настраивать потом выбираем вот эти косточки заходим опять же в посмот и переписываем эту крит создаем новую значит вот эту анимацию и видим что кисть руки у меня развернута да и вот такой вопрос стоит ли создавать вот эти вот значит анимации запасаться ими которые потом вы не сможете применить допустим на другом персонаже почему потому что ну персонажи разные если вы будете использовать этот же рик да то допустим вы его будете подгонять по другого персонажа у него будет толще пальцы толще там больше рука больше рост и когда вы будете применять вот эту штуку ну давайте значит как сделаем да выберем вот эту штукенцию отключим ту косточку которую зацепил я и теперь сделаем alt g alt r вернем вернули мы значит на при как на исходную такую точку и потом нажимаем вот эту штуку и она как бы прописывать у нас вот эту анимацию с одной стороны хорошо но тут вопрос пригодится ли нам эта фигня в будущем как делаю все это дело я без вот этих библиотек пост я уже показывал во многих роликах ну давайте все это дело закрепим потому что самое такое что показываю многие не смотрят то что нужно так находим timeline и смотрите как все это дело использую я я удалю эту всю штуку выбираем допустим так вернемся значит дропшит зайдем дропшит зайдем timeline английская а выбираем видите что анимации куда-то пропали значит по прошлым роликом пробуем их вернуть frame all и понимаем что ну как бы их нету да в другой функции находим ассет браузер видите какая не интересная штука залазить куда не надо так вот это мы так как же это теперь удаляется вопрос до крит ассет так все это дело удалилась все нормально теперь смотрим что у нас опять заходим timeline и видите опять тут такая штукенция что все куда-то исчезла да так закроем панель попробуем опять же view frame all вернуть все вот эти наши анимации и начинается у нас вот это геморрой и так чтобы потом не искать всякое что пропадает что куда исчезает не тратить на это время смотрим как все это дело работает заходим просто в посмотри и допустим вам нужна какая-то поза вот вы видите что на каком-то кадре я уже что-то прописал и допустим вот мне нужно вот эту трубу ставить на какой-то кадр я просто выбираю нужные мне кости вы видите что у меня появляется анимации выбираю нужную анимацию и допустим делаю shift d и веду эту анимацию на ту на тупо кадровку которая мне нужна допустим я включаю 20 кадр и теперь на на двадцатом кадре точно такой же будет 139 допустим вот если я сейчас сброшу какую-нибудь анимацию ну допустим я удалю на двести десятом мне понадобится вот эта вот штука вот эти кости мне понадобятся да так эти бывает иногда неудобно это все дело брать поэтому нужно не зацеплять какие-то кости ненужные выбираем нужный кадр двести десятый и если он мне очень как бы нужен я могу его просто выбрать сделать shift d и перетащить на нулевой какой-то кадр анимации я могу начать свои допустим если я все выберу джи с двадцатого кадра и до двадцатого кадра я могу просто устанавливать вот эти в мои кадры которые потом буду подставлять чтобы они потом не изменяли дальнейшей анимации мы так то же самое с мимикой лица и получается если я на вот этом кадре на сотом хочу чтобы у меня рука кисть руки было которые скопировал твоя вот эту кисть удаляю полностью и берут эту кисточку делаю shift d и перетаскиваю на сотый кадр все вы видите что у меня изменилась полностью постановка с переносом если мне не нужен перенос я просто копирую без руткости вот этой ну как бы не руткость а инверский не мать их до управляшка то же самое я ее значит делаю выбирают эту штуку делаю shift d и она уже скопируется без изменения местоположения вот такая стукинс точно так же я могу выбрать одну косточку и взять любую анимацию которая ну на каком положении да допустим вот эту 57 и сделать shift d перенести ее на сотый кадр теперь рука у меня вверх не поднимется видите она будет болтыхаться снизу вот такая штука если без нее то тогда получалось анимация вот такая ведь и рука уже уходит дальше к верху я думаю это удобнее чем использовать вот эти библиотеки потому что в этих библиотеках это ладно когда у вас 1 2 анимации но когда у вас допустим 30 поз допустим на лицо у вас там 20 изменений каких-то костей и согласитесь каждую эту анимацию сохранять лица проще каким образом допустим закрывая вот эту челюсть прописываю английская и выбираю лицо полностью и вот у меня анимация лица вот так здесь я могу и изменять допустим сделать какую-то улыбку а и прописка теперь я выбираю опять же кости лица или таким образом значит я выбрал кости лица дублирую шифт д на 110 кадр и на этом кадре допустим добавляю тройка на нампаде р закрытия век прописываю так теперь я копирую какой-нибудь кадр шифт д это только веке у меня будут полностью мимику я копирую все кости и копирую полностью шифт д на 120 мимику лица а на 110 я просто сделаю ему печаль так далее Ну, с зубами тут понятно, что нужно зубы потом прописывать отдельно или регулировать дополнительной косточкой. Ну, у меня дополнительная косточка отсутствует. Просто пропишу потом, значит, зубы отдельно, да. И прописываю, а, и прописка. И вот у меня получилась уже анимация лица. Без всяких вот этих библиотек пост я просто выбираю теперь лицо и выбираю нужную мне, допустим, анимацию лица. Если мне нужно отдельно, я выбираю только отдельно, значит, анимацию век и так далее. Я думаю, эта штука удобней, нежели я сейчас буду делать вот эту полностью несколько лиц и потом это всё дело применять к пацану на каких-то кадрах. Потому что анимация как бы должна быть всё равно индивидуальная. И каждый кадр должен быть не похож друг на друга. Так будет именно интереснее и прикольнее. Допустим, ну, как бы я здесь могу использовать подъём века сюда. Это сюда. Там глаз уходит сюда, второй там на косяк, допустим, да, в разные стороны. Вот. И зачем мне делать потом ещё раз такой кадр? Вот такая штука. Так что выбирать вам, использовать библиотек пост и заморачиваться, выбирать вот эти картинки. Да, прикольная штука, конечно. Но, теперь, если я подставлю сюда другого персонажа, к этому ригу, мне придётся подгонять риг под того персонажа. Допустим, будет не пацан, а, допустим, мастерсон, да? И к мастерсону уже эта анимация по любасу не подойдёт, и библиотека пост будет работать на нём неадекватно. Так смысл тогда её создавать? Если всё равно, это будет, как бы, ну, гадость, да? Так что решать вам, копировать, использовать полностью какие-то кадры, копировать, вырезать, отгонять их, допустим, на какие-то другие кадры. Вот, видите, уже тут некорректная анимация, и поэтому желательно её, допустим, удалить. И тогда я уже переделаю анимацию, и так мне более корректно становится. Убрав дефективный кадр, я получаю нормально, без заломов. И уже жестикуляция более-менее нормальна, а на этом кадре я, может быть, захочу его прописать иначе, да? И с другим положением, допустим, позы. Закид, допустим, вперёд, или отброска назад, и тазовая кость уходит, ну, пусть к рукам, да? И руки, чтобы двигались, поменяем местоположение. И пропишу всё это А, И, и получается, смотрим, что получилось. Ну, уже как бы прикольно. Смотрим, где у него закид теперь стал. Вот, видите, раз, и подался вперёд. Вот такая штукенция. Так что, для себя я решил, что библиотека POS это просто бесполезная трата времени для анимации. Решать дальше вам, использовать её, устанавливать, нет. Всё, всем пока, до свидания.